Ну, собственно, продолжаем проходить Undertale, это уже вроде девятая часть, может даже десятая или восьмая, но вроде девятая. Мы, когда срались с Undyne, Папирус нам звонил и просил с ней вместе сходить на какую-то встретиться. И я сейчас сначала схожу к Undyne, а потом мы продолжим идти по той черному городу, ну серому точнее. Красивая музыка тут играет. Это у нас Undyne на пианино играет. Так. О, вау, вот и человек. Ты готов позависать в Undyne? У меня есть план, как сделать вас с друзьями. Да, хотим. Хорошо, держись позади меня. Псс, обязательно дай ей это. Она их обожает. Привет, Папирус. Готов к своей приватной тренировке один на один? Еще как готов. И я привел друга. Привет, не думаю, что мы... Почему бы вам дало не войти? Он так покрутился, а потом зашел. Вот он, Undyne. Мой друг сделал подарок для себя. Своими руками. Эм, спасибо. Я им положу его к остальным. Тут я уже нам дарил, конечно, вирус. Итак, мы готовы начать. Опаньки, я только вспомнил. Мне нужно сходить в туалет. А вы двое развлекаетесь. Стекло разбил, конечно. Оставил мне тут сандай. А зачем ты сюда пришел? Чтобы уткнуть своей победой мне в лицо? Чтобы дальше меня унижать? Это так? Нет? Тогда почему ты здесь? Погоди, я поняла. Ты думаешь, что я стану дружить с тобой, да? Верно? Да. Правда? Как очаровательно. Я согласен. Да, если будем кувыркаться в полях дружбы. Нет. Чего бы меня вообще дружить с тобой? Если бы ты не был моим гостем, я бы сейчас избил от тебя. Ты враг всех наших надежд и мечтаний. Я никогда не стану твоим другом. А теперь проваливай из моего дома. Черт, какой позор. Мне казалось, вы сандайном можете подружиться. Но я думаю, что я переоценил ее. Такой вызов не для нее. Вызов? Что? Папирус, погоди секунду. Черт. Он думает, что я не смогу дружить с тобой. Хо-хо-хо, вот это шутка. Я могу быть другом с таким придурком, как ты в любой день. Я покажу ему. Слушай, человек. Мы не просто будем друзьями. Мы будем лучшими друзьями. Я оставлю тебя любить меня так сильно, что ты не будешь думать больше ни о ком. Хо-хо-хо. Это идеальная месть. Почему бы тебе не присесть? Как-то раз друг Альфис, ну это методон, нанес мне визит. Все, что он делал, соблюдительно лежал на пианино и кормился виноградом. Мне не очень нравится этот парень. Но я восхищаюсь его жизненным стилем. В ракомнистый чашечка в форме рыбы. Это духовка. Флагман ленький штуковина ТМТТ. Но знаешь, несмотря на все эти техноизыски, нет ничего лучше домашних недель, сделанных с помощью огненной магии. А вон Дэн разъемная магия есть. Ящик для стиловых приборов. Здесь есть юки. Ложки, ножи, маленькие мечи, секиры, копья, мельчаки. Ненавижу холодную еду. Так что Альфис передала мне холодильник, чтобы тот грелый еду. Теплодельник. Величайшее изобретение в мире. Люди отстой, но их история это что-то. В точку. Этот гигантский меч. Согласно истории, людьми все я мечу в 10 раз больше их самих. Верно? Ну это так, конечно, только в аниме бывает. Но это ложь. Ты лжешь. Я прочитал коллекцию книгальчис про человеческую историю. Я знаю все о ваших гигантских мечах. Ваши огромные роботы для сражения с пришельцами. Ваших срезистных принцессах. Хех, у тебя нет способа меня дурачить. Ну, конечно, это все вранье. Только в аниме такое бывает. Альчис нас любит. Всякие аниме смотреть. Хочешь посмотреть на комнату? Фигас 2. Ботанам вход воспрещен. Ну, может, некоторым ботанам вход можно. Войти можно. Ну, Альчис. Кстати, мы когда напротив дома стояли, играла. Андай на пьянине. И, кстати, это окно интересно будет. Не могу поверить, что он просто так выпрыгнул в окно. Обычно он удачно приземляется. А если мы сейчас уйдем? О, уже уходишь? Неа, не уйдешь. Ладно, нам не дали уйти. Сесть и продолжить? Да. Удобно? Я достану тебе что-нибудь купить. Теплодельник наш дорогой. Все здесь. Чего ты желаешь? Хей, не вставай. Ты гость. Сядь и наслажайся этим. Почему бы тебе просто не показать на то, что ты хочешь? Ты можешь использовать копье. Так. Ну, давайте. Сейчас нажимаем на меч. Меч, изысканный вкус. Давайте. Поверим, я бы с радостью нафаршировал тебя мечами. Если бы ты не был моим любимым гостем. Так. Холодильник? Ты хочешь целый холодильник? Нет. Так, ну и стандартный дымок, конечно. Андай. Ты что, заигрываешь со мной? Так. Ну, это вроде максимум, что можно... Андай. Сахар. Давайте сахар. Этот сахар для чая. Я не дам тебе чашку сахара. Ты за кого не принимаешь? За мороженец? Мороженицу? Разве они не терроризируют человеческими энергическими копьями? А их песенки случайно не привьют, а к разрушению? Это так? Нет. Так я и думала. Лимонад? О, газировка. Хоть ты и указал на неё, ты не выглядишь очень счастливым. Эхе-хе, это нормально. Я тоже думаю, что газировка противная. От неё гниет зубы и от неё гниет разум. От неё гниет твой боевой дух. А? Почему она у меня есть? Горячий шоколад. Ах, ты хочешь горячего шоколада? Подожди, подожди. Я только вспомнил. Этот контейнер пустой. Я перестану упомянуть его, потому что это было морокой. А вот с горы вроде постоянно застревал зефир. Чай, абсолютно правильный выбор выбить на разы. Ну, больше чая мы, конечно, ничего выбрать не можем. Давайте пить чай. Чай, ха. Скорее, скоро будет готово. Так, это сахар нам положили. Подозак пить всего через минуту. Хорошо, теперь все готовы. Мне немножко плохо разговаривают, но сейчас насморк и горло болит. Поэтому немного другой голос. Я могу запятнаться. Вот так вот. Свой стол зачем-то. А на что она сейчас села? Осторожно, он горячий. Он не настолько горячий. Просто выпей его уже. Вы сделали глоток чая. Это кипяток. Несмотря на это, очень вкусно. Вкусно, так ведь? Все лучше для моего абсолютно драгоценного друга. Эй, знаешь, немного странно, что ты выбрал этот чай. Чай из золотого цветка. Эй, любимый чай из гора. Хотя, если подумать, в каком-то роде ты напоминаешь мне о нем. Вы оба такие придурки. Отчасти. Ты знаешь, я был вполне вспыльчивым ребенком. Когда-то, чтобы доказать свою силу, я пытался разить из гора. Акцент напыталась. Я даже удар нанести не смогла. И, что еще хуже, все это время он не сопротивлялся. Я был так униженным. После этого он извинился и сказал кое-что дурацкое. Прошу прощения, ты хочешь знать, как победить меня? Я сказала да. И с тех пор он тренировал меня. В один день во время тренировки я наконец смогла сбить его с ног. Я чувствовала себя хреново. Но он весь сиял. Никогда не видела, чтобы кто-то гордился тем, что им нравится, ударили задницу. Ну, короче, он продолжал тренировать меня. И теперь я глава Королевской Стражи. Поэтому именно я учу всяких чайников драться. Как им папирус. Ну, папирус довольно, на самом деле, не так плохо дерется. Но, Эм, если честно, не знаю, смогу ли я сделать папирус счастью Королевской Стражи. Не говори ему, что я так сказал. Он просто, ну, в смысле, он не такой уж и слабый. В общем-то, он офигительно сильный. Просто он слишком наивный и хороший. Ну, просто глянь. Он должен был взять тебя в плен, а вместо этого, в итоге, он с тобой подружился. Я бы никогда не отправил его сражаться. Его разорвут на маленькие улыбающиеся кусочки. Это часть причины, почему я начал учить его готовить, понимаешь? Так что, Эм, может, он сможет заняться чем-нибудь другим. О, извини, я говорил так долго, у тебя кончился чай, не так ли? Я сделаю еще. Секундочку, папирус. Его урок кулинарии. Он должен был быть прямо сейчас здесь. Если вы здесь нет, значит тебе придется отдуваться за него. Куда она, интересно, подлетела? Если там потолок. Верно. Ничто так не избежает меня и папируса, как готовка. Это означает, что я преподам тебе урок. Мы станем настолько близки, что ты не сможешь себя даже представить. Хо-хо-хо, страшно? Мы станем лучшими друзьями. Давай начнем с соуса. Представь, что эти овощи твои заклятые враги. Сейчас, выбей из них дурь своими кулаками. Как вы ударите? Мегонько. Вы нежно гладите овощи. О, боже мой, прекрати гладить врага. Я покажу тебе, как это делается. Ах! Со стены будем слизывать? Хм, мы просто насклебем его в миску попозже. Но сейчас... Добавим лапши. Домашняя лапша самая лучшая. Но я просто покупаю в магазине. Так дешевле всего. Ах! Оф, просто положи ее в пострюлю. Как вы положите? Аккуратно. Мы же все-таки под свист. Вы выкладываете макароны по одной из раз. Они со звуком ударяются в пустой дно. Здорово. Отлично. Насталый рем перемешивать пасту. Главное правило, чем больше мешаешь, тем лучше. Готов? Давай начнем. Так, надо мне нажимать здесь. Синее. 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 Автокликер бы здесь поставить было бы неплохо. Ой, дай сюда. Охо-хо. Вот это я понимаю. Отлично. Теперь заключительный этап. Прибавь жару. Пусть плита символизирует твою страсть. Пусть твои надежды и мечты прилавятся в пламенный огонь. Готов? Не держи ничего в себе. Лева, ты глупый. Эта плитка может работать только одним способом. Так, давайте вправо огонь прибавлять. Горячее, черт возьми. Горячее. Ох, дай сюда. Видишь, вот так. Сожгли весь дом. Мы вместе с онлайн. Ох. Чувак, неудивительно, что папир состойно готовит. Кстати, только сейчас увидел, что обои в виде рыбок. Эх, кого я обманываю. Я правда все испортила, не так ли? Я не могу ставить тебя любить в меня, человек. Некоторым просто не дано ладить друг с другом. Я пойму, если ты такого же мнения обо мне. Если мы не можем стать друзьями, все в порядке. Потому что, если мы не друзья, это значит, я могу уничтожить тебя без всякого сожаления. Я была повержена, мой дух разрушен. Я даже не смогла подружиться. Вот и все. Мне все равно, что ты все еще мой гость. Последняя битва, которая решит все. Только я смогу восстановить свою честь. Ну давай, бей меня всем, чем сможешь. Так, давай действия. Ударить по морожеку. Вы сделали вид, что замахися на дань со всей силой. Один хп снесли. Чего? И это все, что ты можешь? Даже такую в полную силу? Ты просто не можешь набраться решимости и ранить меня, да? Хэ, знаешь что? Я правда не хочу драться с тобой больше. Поначалу я ненавидел твою тупую слащавость, но то, как ты меня сейчас ударил, это напомнило мне кое-кого, с кем я тренировалась. Теперь я знаю, ты не просто бесхребетный лузер, ты бесхребетный лузер с большим сердцем. Совсем как он. Послушай, человек, ну это напрок пируса. Похоже, что вам со сгором суднем сразится. Но зная его, он, наверное, не захочет. Поговори с ним. Я уверен, что ты сможешь убить его, отпустить тебя домой. Когда-нибудь какой-нибудь плохой человек упадет сюда. Я заберу его в душу взамен. Вот и все, верно? Хо-хо-хо. Ох, но если ты навредишь сгору, я возьму человеческие души, пройду барьер и вывезти я всю дурь. Для этого и друзей, и нужны, для этого друзья и нужны, так? Хо-хо-хо. А теперь сваливаем к чертям из этого пожарища. Бедный дом уже плачет. Что ж, было весело, да? Надо будет попасть вместе как-нибудь еще раз. Но я, наверное, в другом месте. В ближайшее время, я думаю, я буду тусить с Папирусом. Если я понадобится, приезжай в Тяжнеград, окей? Ой, а если понадобится помощь, просто позвони Папирусу, ага? Раз уже мы в одном месте, я тоже смогу поговорить. Что ж, увидимся, малой. Что, что, что? Такова жизнь. А, нам это уже читали. А зайти мы можем, интересно? Похоже, теперь здесь живет только огонь. Бедный рыбка плачет. Усанцы, кстати, на такой же глаз сверкает. Только синенький. Ну вот мы и с Ондайн, ну типа, подружились. Я не знаю уж, как это назвать. Давайте займем Герсуну. У меня 61 монета. 10. Блин, давайте крабовое яблоко купим. Так, надо будет пофармить монетки. Будьте осторожны там, дитя. Хорошо. Мы поехали в то место, где мы в прошлый раз остановились. Трава хочет прокатиться. Поплыть на лодке. Да. Куда мы сегодня направимся? Давайте жарко земля, ну, нам туда мало. Когда мы отчаяли. Собачка какая-то, или это кошка-собака какая-то. Лодка его. Трава. Я должен быть надет сегодня еще пару штанов. Это к чему-то отсылка, но я уже забыл. Возвращайся когда-нибудь. Трава. Ну, я не думаю, что мы уже сюда вернемся. Давайте быстренько дойдем до того места. Выберем место. Правый этаж 3. Я до сих пор не понимаю, как... Я вроде понимаю, что это типа колонна вот такая. Вот это лифт. Вот мы по нему спускаемся. Вот оттуда, вот сюда едем. Но как мы были в левом вот этом трубе и переместились в правую, это еще как-то непонятно. Вот если мы по левой, по левой бы поднимались, а правой по правой. Кстати, обедки вроде есть довольно дешевые. Надо посмотреть. Они нам для хилки будут нормальные. На, у нас не хватает монет. И они стоят столько же, сколько крабовый чай, поэтому... Или кто там? Да, крабовый чай вроде. Так, давайте по воде мочимся. Конечно, это нам ничего не даст, но ядро заходим. Так, вот здесь мы с Методомом сражались. Потом мы какое-то сразились здесь, и нас Альфис догоняла. Говорила, что она тут все подстроила, и на самом деле все вот это жарко-земье, она специально включила ушки, чтобы быть частью нашей истории. Ну вот, мы в прошлый раз здесь и закончили. Я хотел уйти до сохранения. Давайте уже здесь сохранимся на всякий случай. Второй раз. И пойдем дальше. Вот город какой-то красивый. Черно-белый. Но это как руины, только уже второй. В библиотеке с Нижнеграда мы еще читали, что руины раньше назывались Дом. Потому что король так решил называть. А вот это место называлось Дом 2. Второй дом. Это уже столица, так сказать. Она серая какая-то. Мрачная. Я даже не знаю, кто тут живет. Какие монстры. Тут нас никто не нападает. А вот мы и дошли до Дома Асгора. Так, тут табличку прочитать нельзя. Сейчас нам расскажут, конечно, историю про принца и первого павшего человека. Так, подождите, а мы же не прочитали. Пульт заблокируем двумя замками. Здесь приклеена записка. Приветик, я в саду. Если тебе нужно что-то забрать из твоего сундука, не стесняйся и приходи. Включи на кухню и в коридоре. Вон золотые цветы, давайте на них посмотрим. Это золотой цветок. Кстати, Флауи тоже из этого цветка создан. Давайте заключаем. Много лет тому назад в руину упал человек. Пострадавший после падения, человек стал знать звать на помощь. Давным-давно упал какой-то человек сюда. Стал звать на помощь. Выберяйте ключ и вешайте его на ваш телефонный брелок. Азриэль, сын короля, услышал человеческий зов. Он вернулся в замок вместе с человеком. Человек упал, его какой-то сын короля, принц, отобрал. Так, давайте возьмем подарочки. Медельон в форме сердца, давайте возьмем. Так, старый кинжал, возьмет ли вы это? Ну, он только будет место занимать, мы все равно на подсвист проходим. Хотя нет, он нам нужен, потому что... Азгора же нельзя, с ним придется сражаться. Комната на ремонте. Шло время, а зрели и человек стали как родные. Король и королева относились к дитя как к своему собственному. Подземный мир был полным одежд. Так, давайте прочитаем, что здесь написано. Не странно то, что это все еще ты. Не странно все, это все еще ты. Так, тут Азгора нас живет. Дневник Азгора. На этой странице написано только... Сегодня хороший день. Чернила еще не высохли. У нас же здесь был. Это просто кресло. Это кровать королевских размеров. Азгора, да, такой массивный. Массивный, так и странно звучит, но... Макарон и цветочек для папы-короля. Это комод. Внутри костюм Санта-Клауса. Это сундук с одеждой. И тут лежат балахоны, рубашки на пуговицах. И розовый вручную. Вязый свитер с написанием Мистер Папани. Так, вот у нас какой-то кубок. Это трофей. Первое место в конкурсе. Ласковый нос 98. Вот так, а тут что есть? Нет, здесь просто ключи лежали. Тут, кстати, вместо всех цветов только золотые цветы. У тарель там камыши были. Вы открывали цепь. Затем, в один день, человек очень сильно заболел. Больной человек высказал лишь одно желание. Увидеть цветы из его деревни. Но мы ничего не могли с этим не поделать. На следующий день, на следующий день, человек умер. Озрель, убитый горем, поглотил душу человека. Он превратился в существо невероятной силой. Озрель поглотил душу человека, как было на скрижале, написанном в водопаде. С человеческой душой Озрель перенесся, пересек барьер. Он нес тело человека в сторону заката. Обратно в деревню людей. Ну что, нас же цветы хотел увидеть. Озрель достиг центра деревни. Там он отыскал поляну из золотых цветов и возложил на нее человека. Вдруг раздались клики. Жители деревни увидели Озриэля, держащего тело человека. Они подумали, что он убил дитя. Люди напали на него совсем, что у них было. Он получал удар за ударом. Озрель был способен уничтожить их всех. Да, он этого сделать не стал. Но Озрель не бил в ответ. Избиваемый людьми, Озрель улыбался и шел прочь. Израиль на Озриэль, хромая, добрался до дома. Он ушел в замок и упал. Его прах разлетелся по всему саду. На цветочки золотые его прах упал. Королевство впало в отчаяние. В одну ночь король и королева потеряли обеих детей. Люди снова забрали в них все. Король решил, что пришло время покончить с нашими бедами. Кажется, что придет к нам должен умереть. За стаичным количеством душ мы сможем разрушить барьер навсегда. И на вас опять нападут люди. осталось недолго. Король Асгар выпустит нас на свободу. Даст нам надежду и спасет нас всех. Тебе тоже следует улыбаться. Разве ты не взволнован? Разве ты не рад? Они просто думают, что я тоже монстр. так, Фрогель, что ты скажешь? Ты станешь свободным. Ну, здесь у нас самый легендарный коридор, в котором много чего произошло. Довольно длинный, кстати, коридор. Это у нас если что, король. Похоже, ты все еще сделал это. Конец твоего приключения уже совсем близко. Через несколько мгновений ты все еще с королем. Ладно, я шучу, это не король. Вместе вы определите будущее этого мира. Но это будет потом. А пока ты будешь осужден. Ты будешь осужден за каждое свое действие. Ты будешь осужден за каждое ОП, что ты получил. Что такое ОП? Это акроним. ОП означает очки пыток, а не опыт. Это способ причинить сколько более ты это способ посчитать сколько более ты причинен другим. Когда ты убиваешь кого-либо, твои ОП увеличиваются. Когда у тебя достаточно ОП, то и уровень не увеличивается. Уровень тоже является УР тоже является акроним. Он означает уровень резней. Способ измерить чью-то способность ранить. Чем больше убиваешь, тем легче отдалиться от этого. чьи-то помним во всех боях нам давали монетки, а ОП очки пыток мы ни одного не получили. Значит мы никому не вредили. И тем легче тебя заставить стрелять другим. Это у нас санкс, если что. Но ты совсем не повысил УР. Конечно это не значит что ты абсолютно невин и наивен. И что что в твоем сердце есть чуткость. Незавидя на преграды или трудности которые ты встречал ты стремился делать все правильно. Ты отказался ранить кого-либо. Даже убегая даже ты улыбался. Ты не заработал УРа но получил любовь. Значит ли это что-нибудь. Может и нет. Теперь ты встречаешься с величайшими проблемами за все свое путешествие. Твои действия здесь решают судьбу всего мира. Если ты откажешься сражаться а с гор заберет уйдуш и уничтожит человечество. Если ты убьешь а с горы и уйдешь домой монстры всегда станут ловушки под землей. Что же ты сделаешь? Ну если бы я был тобой к этому минуту меня уже бы страшнело полотенце. Ты ведь пришел сюда не чтобы сдаться и так верно. У тебя есть нечто называемое решимостью. Так что пока ты держишься пока поступаешь так как тебе видит сердце я верю что ты сможешь поступить правильно. Хорошо. Мы все рассчитываем на тебя новую. Удачи. так у нас тут телепортировался он у нас любит это делать. Вот это тронный зал интересный что тут написано тронный зал что то как то слишком много букв для одной надписи тронный зал давай сейчас быстренько сходим вот сюда здесь у нас лежат тела прошлых людей душа у вас гора находится а тела здесь разных людей которые сюда упали это гроб на нем выигрывали имя Ифри он пустой кстати нашего персонажа я уже говорил на самом деле не зовут Ифри вначале мы давали имя не нам а упавшему человеку там даже было написано дайте имя упавшему человеку трон и зал только здесь начинается а там был какой-то просто коридор пум-прум о там кто-нибудь есть одно один момент я почти закончил поливать эти цветы кстати самое интересное что он сейчас повернется у него не будет лейки вот так вот приветик чем могу сейчас будет саунд под названием смелл шок маленький шок мне так хочется сказать не хочешь ли чашечку чая но ты знаешь как это бывает что чудесный сегодня деденек да птички поют цветочки благоухают отличная погода для игры в догонялки у нас кстати санс также говорит про догонялки ну точнее про прекрасный денек ты знаешь что мы должны делать когда ты будешь готов пройди в следующую комнату это трон тут на стояки цветочки это другой трон укрытые белой ткани давайте сохранимся но конечно как волнительно просто представь это как поход к зубному ты готов если нет я понимаю себя я тоже не готов да я искал будет сражение со сгором